На площади перед 24-й школой в основном собрались те, кто не добрал требуемое количество баллов во время сдачи единого государственного экзамена. Но есть и такие абитуриенты, которые не смогли по уважительным причинам сдать экзамен в июне, в период первой волны. Дмитрий Салкан относится к большинству. Не доучил теорию, как результат неуд. Свою роль сыграло и волнение. В основном волнение. Во-вторых, конечно, мало готовился, не было времени тренировки. В этот раз тщательнее подготовился, более решил непонятные вопросы. Думаю, сдам. Сегодня единый государственный экзамен по математике, английскому и географии сдавали 200 абитуриентов. Они были распределены по двум школам. Как и во время первой волны, требования жесткие. Запрещается проносить всё, кроме паспорта и чёрной гелевой ручки. А что там? Наушники не нужны вам. Говорили же оставить. Вот здесь оставляйте. Результаты первой волны ЕГЭ показали, что даже, казалось бы, тщательный осмотр при входе в пункт проведения экзамена не даёт защиту от списывания, в отличие от камер видеонаблюдения. Так, в этом году за использование мобильных телефонов и шпаргалок были удалены с экзамена 6 человек. Если вдруг будут какие-то сведения о том, что кто-то пользовался, есть в любой момент возможность поднять запись камер видеонаблюдения и просмотреть их ещё раз. Все эти записи будут храниться до 1 января 2014 года. Абитуриенты тех регионов, где во время экзамена активно использовали шпаргалки, этот факт подтверждают ролики во всемирной паутине, также пересдают сейчас предметы. Что касается Краснодарского края, то с учётом жёстких требований уровень знаний выпускников был выше, чем в прошлом году. Только в Сочи максимальное количество баллов набрали 27 человек. Следующие экзамены пройдут 12 июля. Выпускники будут сдавать общество знания, биологию и литературу. Резервный день для сдачи всех видов предметов – 15 июля.